Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, дорогие педагоги! Поздравляем вас с началом учебного года! Желаем здоровья вам и вашим близким, финансового благополучия, воплощения всех планов и идей! Удачи вам! Творческих идей, профессионального роста, благополучия и заряда эмоционального на весь учебный год! Мы, методисты информационно-методического центра Андрейченко Надежда Владимировна и Кан Любовь Ивановна, рады приветствовать вас на нашей традиционной секции учителей начальных классов города Томска, которая сегодня проходит в необычном для нас формате. Во-первых, она проходит дистанционно, а во-вторых, как вы уже заметили, конференция начинается не с традиционного доклада, а с видеовыставки «Мы в работе не скучали», подготовленные командами школ, наиболее активно работающими на муниципальном уровне в прошлом учебном году. На видеовыставке представлены наиболее значимые методические мероприятия прошлого года. Выражаем огромную благодарность учителям начальных классов гимназии номер 26, школу номер 25, 44, 47, 65 «Перспектива» за качественные мероприятия, проведенные на высоком уровне, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Коллеги, на слайде представлена программа нашей конференции. Кроме видеовыставки о прошедших методических мероприятиях, вы сможете ознакомиться с опытом учителей начальных классов по работе над повышением качества образования. И завершит нашу встречу анонс мероприятий для учителей и обучающихся начальной школы в 2020-2021 учебном году. Любовь Ивановна, а чем вам больше всего запомнился прошедший учебный год? Прошлый учебный год был непростым, но плодотворным, насыщенным разными интересными событиями. Деятельность учителей начальных классов направлена на достижение национального проекта образования. Одно из условий обеспечения конкурентноспособности российского образования – это повышение качества образования. Это направление работы является для нас приоритетным. Актуальность его только возрастает, что и определило тему нашей конференции «Как повысить качество образования?» Миссия выполнима. В рамках всех тематических направлений, над реализацией которых мы работали в 2019-2020 учебном году, прошли мероприятия по повышению качества образования. Это и подготовка к ВПР, работа с одаренными, отстающими детьми и другие. Они представлены на видеовыставке. Один из муниципальных проектов национального проекта образования, реализуемый в городе Томске – это проект «Учитель будущего». Главный показатель реализации этого проекта – не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения. Это и школа молодого учителя, и институты наставничества, и профессиональные конкурсы. В 2019-2020 учебном году эффективно работала школа молодого учителя начальных классов во главе с методистом информационно-методического центра Надеждой Владимирович Андрейченко. Особые слова благодарности мы сегодня адресуем нашим наставникам, которые щедро делились своим богатым опытом с молодыми коллегами. Это муниципальные педагоги-наставники, учителя начальных классов Нагорного Марина Анатольевна, Головина Татьяна Сергеевна, Иванова Наталья Михайловна, Логинова Наталья Анатольевна, гимназия 26, Казанцева Оксана Владимировна, пивовар Светлана Александровна, Сверидова Валентина Петровна, школа номер 47, Липина Ольга Валентиновна, Самойленко Любовь Александровна, гимназия 24, Путинцева Елена Борисовна и Юрчук Ольга Александровна, школа номер 49. Огромное вам спасибо, коллеги. Мероприятия для молодых учителей были посвящены вопросам профессионального роста, формирования навыков смыслового чтения у школьников, подготовки к ВПР, конструированию современного урока. Одним из значимых событий прошлого учебного года стал День учителя начальных классов, который впервые организовали и провели педагоги-наставники. Они обучили молодых учителей сингапурской методики, которая позволяет эффективно решать несколько важных задач. Организовывать образовательный процесс, формировать универсальные учебные действия, повышать познавательную деятельность и учебную мотивацию. Новый формат проведения мероприятия позволил не только охватить большое количество молодых педагогов, а именно 74 человека, но и создать особую среду для профессионального общения. Традиционно учителя начальных классов принимали участие в различных профессиональных конкурсах. 12 педагогов начальной школы участвовали в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года 2020». Адутко Наталья Михайловна, учитель начальных классов школы номер 54, стала финалистом конкурса. В конкурсе «Педагог-наставник 2020» учитель начальных классов про гимназии Кристина Альмира Идрисовна Хамедулина заняла почетное второе место. Всего в этом конкурсе приняли участие 17 учителей начальных классов. От всей души поздравляем коллег, победителей и призеров профессиональных конкурсов. Последняя четверть прошлого учебного года была самой напряженной в связи с переходом на дистанционные формы работы. Перед учителями возникли вопросы, как эффективно организовать образовательный процесс. В помощь учителя проведены видеоконсультации по организации дистанционного обучения, корректировке рабочих программ, размышлениями и первыми выводами о дистанционном обучении в начальной школе. В своей видеоконсультации поделилась Путинцева Елена Борисовна, учитель начальных классов школы номер 49. Наибольшее количество онлайн занятий провели общеобразовательные учреждения, представленные на слайде. Я думаю, уважаемые коллеги, вы со мной согласитесь, что несмотря на все сложности прошедшего года, он был интересным и познавательным. И в этом большая ваша заслуга, заслуга наших замечательных педагогов. Спасибо, Любовь Ивановна, абсолютно с вами согласна и предлагаю перейти к самой приятной части нашей конференции и отметить тех людей, которые весь прошлый учебный год активно работали вместе с нами на муниципальном уровне, делились опытом работы с коллегами, то есть наших звездочек. К сожалению, мы сегодня не имеем возможности пригласить их на сцену и поздравить лично. Но мы постарались, чтобы вы их увидели хотя бы виртуально и порадовались вместе с нами. Почетные грамоты информационно-методического центра за высокий профессионализм и личный вклад в реализацию совместных проектов, направленных на развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями национального проекта образования, награждаются. Александровна, учитель начальных классов школы номер 47. И Иванова Наталья Викторовна, учитель начальных классов школы номер 65. Почетной грамотой Департамента образования администрации города Томска за активную профессиональную позицию в реализации национального проекта образования, методическую помощь и поддержку педагогам города Томска конструктивное сотрудничество, обогащающее педагогическое сообщество награждаются. Марина Анатольевна Нагорнова, учитель начальных классов гимназии номер 26. Оксана Владимировна Казанцева, учитель начальных классов школы номер 47. Елена Борисовна Путинцева, учитель начальных классов школы номер 49. Сердечно поздравляем вас, коллеги, с заслуженными наградами. Итак, подведены итоги работы в прошлом году. Мы готовы с новыми силами вступить в новый учебный год. Самое время узнать, что же ждет нас впереди. Надежда Владимировна уже готова познакомить вас с планами на будущее. Коллеги, одно из основных направлений методической работы в новом учебном году – повышение качества образования. Именно такую задачу поставил перед нами президент в своем указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В этом году по данному вопросу с вами будем работать мы, методисты информационно-методического центра и муниципальные педагоги-наставники. На странице нашей конференции вы можете посмотреть видеоролик, посвященный вопросу повышения качества образования. Проблема качества образования напрямую связана и с кадровыми вопросами. Ведь среди учителей начальных классов много молодых специалистов, которые не имеют практического опыта работы в школе, в том числе подготовки к всероссийским проверочным работам. Как и в прошлом году, мы организуем методическое сопровождение молодых учителей и развиваем институт наставничества. Помощь молодым коллегам продолжит свою работу школа молодых учителей начальных классов по теме формирования читательской грамотности. Традиционно план методической работы на муниципальном уровне строится с учетом результатов анкетирования профессиональных потребностей учителей начальных классов. В онлайн-анкетировании приняли участие 69 процентов учителей начальных классов от общего количества. Результаты анкетирования говорят о том, что наиболее востребованными у учителей начальных классов являются следующие направления работы, представленные на слайде. Таким образом, планирование методической работы осуществлялось с учетом ваших профессиональных дефицитов. Говоря о реализации направления, связанного с предметными концепциями, напомню, что учителя начальных классов в своей педагогической деятельности, как на уроке, так и во внеурочное время, опираются на следующие предметные концепции. На концепцию преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, на концепцию развития математического образования в Российской Федерации. А преподавание литературного чтения в начальной школе должно проходить в контексте положения и концепции развития детского и юношеского чтения. В новом учебном году вас на свои мероприятия по реализации предметных концепций приглашают общеобразовательные учреждения, представленные на слайде. Все активнее в нашу жизнь входят дистанционные формы работы. В новом учебном году своим опытом по данному направлению уже готовы поделиться и нашей коллегии из школ номер 4, 15, 65, лицеев 8 и 51, гимназии 55, 56, прогимназии Кристина. А сегодня свой опыт по организации дистанционного обучения представит учитель начальных классов за озерной школы номер 16 Татьяна Юрьевна Ивченко. Видеоролик можно посмотреть на странице нашей секции. Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что не первый год актуальным остается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и внедрение инклюзивного образования. Несмотря на то, что шестой год подряд мы реализуем стандарт обучающихся с УВЗ, а также стандарт обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями, вопросов меньше не становится. Но в нашем городе есть учреждения, имеющие большой опыт работы с детьми данной категории и они вас приглашают на свои мероприятия. Еще одно направление нашей методической работы связано с сопровождением одаренных детей. Коллеги, пока неизвестно, пройдут эти мероприятия в очном режиме или в дистанционном формате, но мы надеемся, что в любом случае они будут интересны и полезны для вас. Мы не забыли, коллеги, и про вас. Мы приглашаем вас поучаствовать в различных конкурсах, проводимых МАУ и МЦ. До 1 ноября вы можете поучаствовать во всероссийском конкурсе компьютерных игр «Шаг к устойчивому развитию». До 30 сентября вы можете поучаствовать во всероссийском конкурсе фотографий в стиле шелфи «Удивительное открытие. Познаем друг друга». Уважаемые коллеги, приглашаем вам в дистанционном режиме ознакомиться с представленными видеоматериалами, а затем, нажав кнопку «Обратная связь», вы можете поделиться с нами своими впечатлениями, задать волнующие вас вопросы, высказать свои предложения, оставить отзывы, комментарии, рекомендации. Следите за новостями информационного центра на наших сайтах, а для вашего удобства новости можно прочитать и в социальных сетях. Штрих-коды вы видите на слайде. Коллеги, спасибо за внимание. Еще раз вас поздравляем с наступающим праздником, желаем всем здоровья и благополучия. До новых встреч на наших мероприятиях.